На термометре в детском саду всего лишь плюс 14 градусов, а в группе минус 14 человек. Малыши заболели, а оставшиеся пять девочек похожи на капустные кочаны. Греются как могут. В группе холодно, и я вот в две кофточки хожу. А ножки не мерзнут у тебя, Карель? Не мерзнут. Холодно, она очень холодна. А мальчатый и ходит так. С мягко говоря прохладой малышки уже как-то свыклись. Даже то, что приходится спать в одежде, они превратили в забавную игру. А вот у работников детского сада уже опускаются руки. После выходных особо холодно, потому что за выходные садик вообще остывает. Температура была 11 градусов в понедельник в групповых помещениях и в спальнях. Работает пищеблок, и за это у мальчатого на первом этаже потеплее. Нагревается помещение. Мерзнут не только дети. Сентябрь 2013 бьет рекорды холода и сырости. Немногим выше 10 в школах, домах, учреждениях. Но согласно нормам, система отопления должна начать работу, если среднесуточная температура в течение 5 суток подряд не поднимается выше 8 градусов Цельсия. По прогнозам синоптиков, ждать этого осталось недолго. Как заверяют чиновники, к отопительному сезону в Заречном все готово. Ну или почти все. Материалами, реагентами запаслись. Есть у нас запас мазута. Мы провели все испытания. Насколько я знаю, не все организации, учреждения города, не всем мы подписали акты готовности. Я о форме собственности их не могу сказать, это муниципальные или частные. Не всем подписаны еще на сегодняшний день. А так, в целом, вся подготовка к отопительному сезону проведена. Зареченцы уже привыкли, что тепла в квартирах можно ждать с середины октября. Но в этом году по решению главы администрации все произойдет раньше обычного. Соответствующее постановление уже подписано. Отопление впустить в дома города Заречного с 1 октября. А отопление запустить в бюджетные учреждения, ну это такие так, детские сады, школы, здравоохранения. То есть это те учреждения, в которых люди находятся продолжительное время. Будет выпускаться уже с понедельника, то есть это с 30 сентября. В квартирах потепление начнется с 1 октября. Так что во второй осенний месяц холода горожанам не страшны, по крайней мере дома. Алина Филиппова, Игорь Ведаков, телерадиокомпания «Заречный».